Другим темам. 1 мая железнодорожный вокзал Нового Уренгоя отметит третий день рождения. Удивительно, что в городе, где располагаются крупнейшие газодобывающие предприятия страны, много лет не было нормального вокзального комплекса. Его стройку начали еще в 90-е, и потом из-за отсутствия средств надолго заморозили. Наконец, в 2012-м на объекте снова заработали строители. Сейчас газовая столица имеет железнодорожную гавань, которой может гордиться. Продолжение темы в сюжете. Поезд 12. Сообщение Москва Нового Уренгоя. Набирация вагонов с головой поезда. Разгоняя утреннюю дремуту, в город прибывает очередной поезд. Часть пассажиров, захватив чемоданы, отправятся домой. Транзитников предстоит накормить и создать условия для комфортного отдыха. За три года работы, говорит начальник вокзала, их комплекс стал еще уютнее. Есть кафе, банкоматы, сувенирные и именная лавки, торговая точка с дарами Ямала и даже душевая комната. Моя оценка личная, своей работы как начальника вокзала, она заключается в одном. Чтобы житель Нового Уренгоя, когда приезжает, на любой другой вокзал в России, где угодно, посмотрел и сказал, а наш вокзал лучше, вот тогда я хорошо работаю. Вокзал – это не просто скамейки и кассы. Это важный социальный объект, в котором бурлит жизнь. Можно перекусить, почитать прессу или посмотреть выставку, посвященную строительству железнодорожной ветки от Тюмени до Нового Уренгоя. А еще здесь часто бывает передвижная лаборатория, измеряют давление и уровень сахара в крови. Проектная вместимость здания – 300 человек в сутки, но по факту бывает и больше. 800 человек у нас отправляются в среднем в сутки. 800 человек также прибывают в сутки. И где-то порядка 200-300 человек заходят для того, чтобы перевести билеты, воспользоваться справочными услугами, другими услугами, которые на вокзале оказываются. Но могу сказать, что сейчас, на сегодняшний момент, за три года, у нас у посетителей вокзала было 1 миллион 52 тысяч. Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Москва со станции отправляется 5 поездов. Летом к этому списку прибавляется Адлер. Ну а пассажиры, новоуренгойцы, надымчане, жители Тазовского и Красноселькопа – вахтовые рабочие. Алексей Ткаченко – северянин с 40-летним стажем. Приехал из поселка Уренгои. Говорит, хорошо помнит и старое здание вокзала. Но в новом все по-другому. Я помню, как он строился еще, даже с этих сплит. Так что, это очень хорошо. Знаете, такой прекрасный вокзал. Так прекрасно обслуживается. Вообще класс. И буфет работает, и все, и туалетные комнаты. Что необходимо вообще для пожилых людей. Если кто-то вдруг потерял билет или, например, забыл его в поезде, вокзал – единственное место, где выдадут справку подтверждения. Стоит лишь подойти к окошку справочного бюро. Впрочем, его сотрудники по-житейски помогут в решении и других вопросов. Вопросов очень много разных. Обращаются стоимость проезда, хотят люди узнать. Узнать, как добраться до какого-то места. Какие поезда. У нас очень много вопросов. Даже спрашивают, думают, что у нас, наверное, городское справочное. Спрашивают, где там организация какая-то находится. И я, например, если знаю, то я отвечаю, конечно. Обсуждаемое сегодня в округе строительство Северного широтного хода железнодорожной магистрали по маршруту Обская, Салихард, Надым, Новый Ренгой, Карачаево повлияет на работу вокзала. Здесь готовы к тому, что количество поездов увеличится, зато расстояния станут короче. Расстояние до Москвы с реализацией Северного широтного хода уменьшится на 400 километров. До города Санкт-Петербург уменьшится на 700. Это, естественно, будет привлекательным для людей. То, что можно будет. Возможно, появятся и какие-то варианты местного сообщения. Когда человек вечером уезжает в Салихард, день пробыв и возвращается обратно. Естественно, изменится все. Изменится и расписание, изменится и все. Изменится поезда. Но все эти изменения, это, думаю, к лучшему. Да и все изменения, которые произошли в вокзальном комплексе за три года, говорит его начальник, были к лучшему. Вокзал – это начало путешествия, и оно должно быть хорошим. Елена Куликова, Людмила Завгородний, Антон Берестянский, Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова